ну что приступим к нашей части знакомства с языком перл и могу сразу сказать что в этот раз домашка уже будет первой частью вашего большого курсового проекта не забываем до отмечаться на портале это помогает отслеживать динамику и все такое поскольку это можно сделать только незадолго до лекции немного после лекции поэтому не забывайте отмечаться во время напоминаю идеологию перла идеология основная это team toady возможность делать разные вещи одни и те же вещи разными способами про синтаксис перла существует такая шутка что единственный инструмент который может понимать и парсить и обрабатывать язык перл это сам интерпретатор перл ну и есть еще одно высказывание я его уже упоминал что перл должен быть изучен только как второй язык первым языком должен быть английским английский и сказал это собственно автор перла ларри вол я буду немножко добавлять свои слайды каких-нибудь шуточек или еще чего-нибудь я очень люблю xkcd вот это один из слайдов оттуда чтобы всем не пришлось это все издалека читать переводить здесь приведена диаграмма по оси y полезность для карьеры для будущей карьеры и собственно вот эти маленькие столбики это 900 часов лекции 400 часов домашней работы и один уикенд разбирательство с перлом поскольку первый язык очень старый и присутствует очень много где его влияние на остальные языки технологии и многое другое очень значимы поэтому если вы умеете работать с перлом вы умеете очень много это очень ценно и так что же мы сегодня рассмотрим сегодня мы рассмотрим особенности синтексиса перла мы рассмотрим устройство переменных собственно работу с там циклами структурами прочим то есть в общем мы приступим к тому что обычно изучается при изучении нового языка программирования будет что использовать для того чтобы писать на нем переменные в прошлый раз я сказал что бывает несколько типов переменных бывают скаляры массивы и хэши так вот scholar scholar это такая сущность которая отображает в себе нечто из перечисленного это может быть число это может быть строка и в прошлый раз я не сказал это может быть ссылка на что-нибудь же это может быть не определенное значение если мы в скаляр ничего не положили в нем ничего нет это значение андеф числа числа бывают разные то есть в один и тот же скаляр можно положить числа в разном формате это может быть целое число то есть может быть большое целое число это может быть флот это может быть число в научной записи причем теперь пошли особенности для удобства чтения самому интерпретатору все равно можно вставлять разделитель подчеркивание когда вы записываете число вы можете логически число разбить как вам угодно вот например вот это большое число я разбил при помощи подчеркиваний по три знака ну там стандартно а вот число пи его запоминают обычно после запятой по 2 ну вот я так по 2 и разбил в общем интерпретатору глубоко все равно где вы поставили эти подчеркивания главное чтобы не в начале и не в конце он их просто выбрасывает при интерпретации числа также существует возможность записать целое число в еще дополнительных трех форматах это шестнадцатеричный формат причем тоже подчеркивание работают везде это восьмеричный формат шестнадцатеричный соответственно начинается с 0x восьмеричный это число начинающиеся с нуля вот если в числе есть 0 значит это восьмеричное число и в его знаках нельзя использовать цифры более 7 и префикс 0b для бинарных чисел второй способ сложить что-то в скаляр это положить туда строку для записи строк в перле есть конечно же стандартные одинарные двойные кавычки те кто знаком с языком си для тех кто знаком с языком си я сразу скажу что здесь одинарная кавычка тоже обозначает строку они символ и вообще существует много способов записывать строки разница между ними мы поговорим позже основное внутрь двойных кавычек можно подставлять другие переменные и интерполировать в них различные последовательности одна очень хорошая особенность перла который не хватает в других языках это возможность заменить разделитель у вас иногда бывает вам нужно записать строку в которой есть те самые одинарные или двойные кавычки если вам нужно записать большую такую строку вам приходится в большинстве языков их экранировать строка экранированная выглядит очень ну скажем так некрасиво неудобно и нельзя просто скопировать ее нельзя просто вставить нужно обязательно экранировать перл дает нам инструмент который позволяет выбрать любой разделитель в качестве ограничителя строки мы используем оператор q квот ставим после него абсолютно любой символ который нам нравится кроме пробела этот символ считается разделителем и соответственно внутри строки он не может использоваться все остальное можно там использовать и она не трактуется как спецсимвол причем есть этой операторы и для одинарной кавычки и для двойной qq это дабл квот и есть еще одна форма она пришла из шелла она называется here dog это когда вот ставятся вот такие две стрелочки потом идентификатор и все что до этого идентификатора написано это вот одна большая строка таким образом у нас есть много способов записать строку зависимости от того что это за строка для простых строк используем обычные кавычки для каких-нибудь непростых строк мы можем из изменить разделитель если нам нужно писать большой блок текста мы можем использовать here dog например следующее важная вещь в перле это то что скаляре может лежать строка или число вот как с ним работать как с числом или к со строкой и это задает оператор кто-нибудь из вас здесь знаком с джаваскриптом нокий можно было сюда накинуть шуточек про джаваскрипт просто я ожидал что большинство это будут знать так вот там если рассмотреть этот язык все приблизительно то же самое есть переменная в переменную можно положить число в переменную можно положить строку но там не разделены операторы арифметические и строковые то есть там есть оператор плюс который может складывать числа который может складывать строки и в результате если вы складываете одно с другим но одно число другое строка у вас получается в общем вы можете погуглить такую красивую хорошую презентацию которая по моему называется в ад там человек как бы показывает различные неприятные моменты которые случаются когда вы складываете одно с другим и она разных типов так вот в перле этого нет вы указываете оператор если это арифметический оператор значит вы работаете с числами и перлу все равно число там или строка он это нечто рассмотрит как числа и с другой стороны если вы применяете строковый оператор например конкатенация то есть соединение нескольких строк вынесена в отдельный оператор . вы явно говорите что вы хотите сконкатинировать строки и даже если это число она сначала приведет его к строке значит как строка приводится к числу перл берет строку пытается с самого начала найти там последовательность которая выглядит как число если по окончанию этого действия он находит конец строки значит все хорошо значит это действительно совершенно точно выглядело как число никаких предупреждений не будет также вам может попасться строка которая начинается как число но она содержит еще в конце как какой-то мусор и вообще числом не является в этом случае она приведет его к числу по первой части но при этом будет выведена приду предупреждение что вот строка с которой он сейчас работал из которой делал число она вот числом не является обратите внимание возможно вы что-то где-то делаете не так ну и конечно же строка в которой число найти вообще не удается числом не является но при этом она кастится к нулю в общем он пытается сначала найти числу числа не находится ну в общем окей 0 ну и в обратную сторону если у нас конкатенация то нам все равно цифры это или строки или одна цифра другое строка есть правда один момент поскольку . используется как десятичный разделитель в данном примере здесь поставлены пробелы поэтому каждая сущность рассматривается как единичная сущность если я выведу это следующим образом то есть без пробелов то конечно же это будет именно число 1.2 также разделены операторы сравнение и равенство то есть все вот эти больше меньше сравнение равняется не равняется те которые выглядят как математические символы это числовой контекст те которые выглядят как строки то есть объявлены буквами это строковый контекст неважно какая у вас переменная если вы подставляете оператор больше или какой-нибудь аналогичный вы работаете строго с числами если вы пишете буквенные операторы вы работаете строго со строками то есть последнем примере я подставляю реально числа но сравниваю в строковом контексте поэтому я сравниваю строку 100 со строкой 20 и собственно строка 20 конечно же больше чем строка 100 это нужно объяснить почему строка 20 больше чем строка 100 собственно строковое сравнение ведется по символе то есть берем первый символ из одной строки первый символ из другой строки сравниваем ну собственно двойка больше чем единица ему неважно какой длины это строка дальше и точно так же если мы берем строки 100 и 20 и сравниваем их арифметикой то мы сначала приводим их к числам а потом уже применяем результат и здесь 100 действительно больше чем 20 если мы применяем арифметику к строкам которые числами не являются то эти все условия будут фолсовыми потому что мы во всех случаях будем сравнивать ноль с нулем следующие операторы это равенство неравенство и оператор сравнения для сортировки так называемый компаратор с равенством и неравенством все просто так же как и с предыдущими командами что касается компаратора компаратор это такая штука которая возвращает минус 1 0 или 1 в зависимости от того его два операнда один меньше другого один равен другому или один больше другого используется это в основном сортировках то есть можно и так пользоваться но основное применение это сортировки и здесь точно так же выглядит как арифметический символ как математические это работа с числами написано cmp значит это для работы со строками работает все то же самое что и в предыдущем за одной особенностью есть еще такая штука как not a number на современных платформах в спецификации double существует понятие not a number это такое вот специальное число которое можно получить там например при ну не знаю определение на ноль может быть в некоторых языках в общем термин такой и есть им пользоваться можно то есть это число которое не число так вот перл умеет конвертировать строку на в это самое число на not a number если она поддерживается на платформе и вот здесь есть интересная проверка то есть мы берем две строки на нан и сравниваем их строковым равен числовым равенством если not a number не поддерживается то значит нам каждая будет использована как строка приведенные как строка к числу это будут нули 20 равны а если это равенство возвращает true то значит у нас not a number не поддерживается а если not a number поддерживается то 2 на на между собой не равны по определению поэтому вот это вот штуковина позволяет вам если вы работаете вот с даблами если придется вы можете сделать такую проверку на большинстве современных платформ not a number поддерживается поэтому вы можете использовать вот этот кастинг также кстати поддерживаются строки инф минусын в плюсын в качестве бесконечности в перле существует понятие буллиан контекста и непосредственно понятий true и false по своей сути оно пришло из си но было расширено более подходящее под язык значит дано определение фолсу фолс это ноль фолс это пустая строка фолс это undefined value причем для фолса есть дефолтное значение то есть если вы делаете нод от true вы получите дефолтный false это пустая строка не ноль true все остальное то есть все что не false то true и по умолчанию true это единица то есть вы это все можете проверить самостоятельно выполняя отрицание или двойное отрицание на какие-то штуки это вам поможет при работе как бы там с какими-то переменными значениями чтения ну в общем это нужно знать что true что false когда вам не нужно писать какие-то лишние вещи и напоследок про скаляры это собственно когда вы научились работать с простыми переменными вы можете начать делать что-то более сложное а именно создавать ссылки на другие переменные ссылка может быть взята практически на все что угодно оператор взятия ссылки это слэш вы берете переменную ставите перед ней слэш это получается скаляр неважно что у вас было ссылка это всегда скаляр поэтому она собственно всегда записывается со знаком доллара и получается соответственно ссылка соответствующего типа узнать что это за ссылка можно при помощи команды ref вы вызываете ref на ссылку и она возвращает что это за ссылка и какого она типа причем если это не ссылка то вернется тот самый false который пустая строка если вам нужно работать с произвольным вводом ну предположим у вас есть какой-то код который должен работать с любой переменной которая придет ему на вход он не знает придет ему переменная ссылочного типа или нет ему нужно проверить вы всегда можете проверить вы проверяете если это ref то значит это ссылочный тип вам нужно работать с этой ссылкой разыменовывать ее доставать из нее значение если ref возвращает false то это не ссылка значит мы работаем непосредственно с самим значением ну я говорил я вам буду немножко разбавлять все шутками это один из таких комиксов которые мне в общем то свое время понравился здесь написано очень мелко поэтому я вам его тоже прочитаю в общем приходит человек гадалки давным-давно ему говорят сконцентрируйся все я буду смотреть там твое будущее и говорит я вижу много долларов в твоем будущем он спрашивает о что это значит я буду богатым нет ты будешь перл программистом действительно в программах на перле знаков доллара очень много это вот один из основных можно сказать символов именно потому что он обозначает скаляр или тот самый скалярный контекст но теперь мы перейдем к рассмотрению массивов значит массив или рэй это такая сущность которая представляет из себя массив скаляров он индексируется числами от нуля и он непрерывный в других языках можно встретить например массивы скажем так дырявые то есть вы можете вставить что-то в начало ставить в конец а здесь у вас дырка нет в перле массивы непрерывные то есть вот он начинается если вы работаете с элементами дальше он авто заполняется ну и в него всегда можно складывать скаляры значит как создавать массив самый простой способ создать массив это инициализировать его списком это могут быть однотипные значения то есть например только числа или только строки на самом деле поскольку сказано что массив это массив скаляров мы можем складывать туда и числа и строки и спокойно это перемешивать еще из способов инициализации это рэнджи у нас есть специальный генератор последовательности то есть мы просто вот пишем такой диапазон и он нам генерирует последовательность чисел там например от 0 до 9 и мы это сразу присваиваем в массив либо существует такая штука как кубе квот вордс про квот операторы чуть позже еще скажу это по сути создание массива слов без указания явного этих слов в кавычках то есть если это такие простые слова мы можем просто сказать кубе и перечислить их через пробелы массивы можно создавать из других массивов если массив упомянуть в списке он развернется в плоскую структуру и все его элементы будут подставлены на это место где он был подставлен поэтому вот эти две записи здесь эквивалентные ну при объявленном вот этом массиве simple массив здесь не создается в виде ссылки не в виде еще чего-то он туда просто в сыром виде разворачивается возвращая свои элементы также на массив можно как брать ссылки то есть у вас есть массив вы его создали вы можете взять на него ссылку и положить в скаляр этот скаляр будет указывать непосредственно на исходный массив либо вы можете создать ссылку на массив на лету нужно уметь отличать непосредственно сам массив от ссылки на массив массив это элемент с собакой и создается он списком ссылка на массив это скаляр потому что все ссылки скаляры и он создается квадратными скобками внутри квадратных скобок у нас стандартный список такой же как и при конструировании любого другого массива поэтому здесь все ровно так и работает причем мы можем взять существующий массив если мы например хотим получить ссылку на массив из массива но не на тот массив она такой же мы можем его непосредственно сюда подставить он скопируется то есть он сначала развернется в этот список и мы от этого списка создадим анонимный массив а дальше его присвоим переменную ну хорошо создавать научились вот у нас есть массивы нам с ними надо что-то поделать из массива можно брать элемент ну логично было бы странно если было бы нельзя так вот из особенностей мы обращаемся к массиву передаем ему в качестве индекса какой-то скаляр который будет сказать с кастинг числу поскольку индекс это всегда число и возвращает один элемент массива один скаляр и поскольку он возвращает один скаляр то при обращении скаляр нам мы ставим знак доллара несмотря на то что это массив выглядит это следующим образом то есть если у нас есть вот допустим такая пара массив и ссылка на массив то обращение к элементу массива будет выглядеть вот так или альтернативно вот так это собственно дополнительная запись которая позволяется синтаксисом она в данном случае не несет никакого смысла но если вы увидите как выглядят ссылки вы обнаружите аналогию значит что еще есть у массива массива есть специальный префикс который выглядит как доллар решетка это скалярное значение номера последнего элемента в массиве то есть если вы берете имя переменной подставляете к ней доллар решетка имя переменной массива вы получите номер последнего элемента если уже вы непосредственно обратитесь к массиву в скаляр нам контексте значит скалярный контекст это когда вы что-то присваиваете в скалярную переменную либо пишите явно слово скаляр либо подставляете массив в качестве условия в цикл или в условия он возвращает свой размер поэтому вот в данном случае у меня массив из восьми элементов но индексируется массивы с нуля поэтому номер последнего элемента это 7 и проверять массив на пустоту при помощи вот такого if a самый правильный способ то есть вы просто пишите if массив если у него есть если он не пустой значит у него есть длина если у него есть длина значит она больше нуля значит это тру ну и со ссылками на массив все очень похоже из особенностей если здесь мы обращались напрямую мы ставили доллар имя и квадратные скобки то ссылку нужно разыменовать вот здесь мы впервые сталкиваемся с разыменованием ссылки и это одно из двух это либо стрелка как где-нибудь в C++ у вас есть ссылка вы к ней применяете оператор стрелки и указываете те самые квадратные скобки с индексом либо вы берете ссылку и вокруг нее с фигурными скобками применяете конкретный тип разыменования вот эта запись знак сигила плюс фигурные скобки это как раз оператор обратный оператору слэш разыменование ссылки в данном случае у нас скалярное разыменование ссылки поскольку обращение идет к одному элементу массива все остальное то есть например взятие последнего элемента это мы здесь что делали мы дописывали доллар решетка здесь мы делаем то же самое просто мы внутри указываем не имя переменной а ссылку по сути везде где мы здесь писали имя переменной мы теперь пишем непосредственно саму ссылку и если у меня требуется взять сам массив то есть обратиться к нему в его массивном скажем так контексте то я делаю разыменование непосредственно списковая указывая собаку аналогично тому как мы достаем элементы из массива мы можем их туда класть просто вместо того чтобы их получать мы их туда присваиваем массив можно очищать если к массиву в списковом контексте присвоить пустой список он очистится станет пустым по умолчанию массив и так создается пустым поэтому если вы просто создаете массив не надо присваивать ему пустой список он и так будет пустой массив массива можно обращаться к любому элементу если он создан хорошо если он не создан он создастся также вы можете обращаться к отрицательным элементам для того чтобы пойти с конца массива единственный момент если элемент не создан то есть если вы заглянули с конца массива и ушли за начало в него присваивать будет нельзя в данном случае я спокойно присваиваю потому что у меня есть последний элемент но если бы я здесь написал минус 8 у меня бы программа упала поскольку массив не предсоздан на такую величину когда я использую положительные индексы массив автоматом растет еще одна штука которая позволяет мне работать с массивами более гибко это срезы срез позволяет мне одной операцией достать обратиться к нескольким индексом и поработать сразу с несколькими значениями все более-менее аналогично тому как мы работали с одним элементом только в качестве аргумента мы сюда передаем список и соответственно получаем в качестве результата список и поскольку это списковое обращение мы указываем здесь собаку значит опять же определим массив обратимся к списковому срезу можем просто перечислить элементы собственно есть формы записи то есть такая есть такая в качестве аргументов срез можно давать не просто явное перечисление можно дать другой массив можно дать оператор диапазона который по сути возвращает список из элементов к ссылкам мы обращаемся аналогично тому как мы и раньше обращались к ссылкам то есть нам нужно ссылку разыминовать соответственно списковом контексте как перл понимает что это обращение что это именно срез они обращение к самому массиву он видит это по тем самым квадратным скобкам которые идут после идентификатора ну и в срезы можно присваивать если у вас есть какой-то массив вы можете взять на нем срез и присвоить в него новое значение размеры среза и присваиваемых значений могут не совпадать он просто возьмет то значение которое подставлено в срез если элементов меньше во все остальные прилетит андеф если элементов больше ненужные элементы выкинутся значит вот общая схема скажем так переходов и обращений к переменным типа массив значит основной символ для массива это квадратные скобки у него может быть разный контекст него может быть скалярный контекст него может быть списковый контекст тогда это доллар или собака но мы всегда обращаемся к его элементам при помощи квадратных скобок также квадратными скобками мы создаем анонимную структуру Значит, если у нас есть массив, мы к нему можем обратиться в списковом срезе или в обычном скалярном обращении Мы можем взять на него ссылку и получить ссылку на массив Мы можем разыменовать ссылку при помощи спискового разыменования, получить обратно массив К ссылке мы обращаемся, разыменовывая в срез или разыменовывая в скаляр, или обращаясь через стрелочку То есть для ссылки вот у нас существует еще одно обращение. Ну и просто квадратные скобки конструируют нам анонимную ссылку на массив. Теперь как работать с массивами. Помимо просто обращения к элементам, у нас есть еще возможность работать с массивами, как, например, с очередями или стеками и тому подобными вещами. Мы можем что-то класть в начало, забирать из начала. Что-то класть в конец, забирать из конца. Поскольку у нас именно массив, то эффективной операцией является push и pop. Push это положить что-то в конец массива, pop забрать из конца массива. Shift сдвигает массив, собственно, весь в начало. Но при этом он выписан довольно эффективно на небольшие сдвиги. То есть он умеет забирать элементы сначала, не сдвигая весь массив. И существует операция Splice, которая позволяет реализовать вообще любую операцию по вырезанию кусочка из массива и подстановке чего-нибудь на это место. Splice принимает огромный список аргументов. Он принимает, собственно, сам массив целевой. Индекс, с которого мы начинаем. Сколько мы хотим забрать отсюда и что мы хотим подставить на это место. И возвращает то, что мы отсюда вырезали. Если вам нужно делать сложные модификации над массивом, используйте Splice. И, конечно же, по массивам можно итерироваться. Если у нас есть массив, мы можем написать простой цикл, вот такой вот. Просто for myE. И перечисляем при помощи диапазона от нулевого до последнего значения. Или можно не до последнего, можно там, хотим, например, по половине массива пройтись. Можем здесь написать доллар решетка пополам. Ну и потом, как бы, если нам нужно значение, обращаемся к нему. Иногда нам бывает просто. Вот у нас есть массив, мы знаем, что в нем лежит. Индексы нам не нужны, нам нужны только значения. Мы просто пишем вот так. Так, обращаемся к каждому элементу этого массива. Я хочу вас попросить, хотя в перле есть возможность писать сишные циклы. Вот цикл с вот этими тремя элементами, это классический си-стайл. Вы можете написать итератор по массиву в сишном стиле. Ну, пожалуйста, не пишите так. Вот эта форма или вот эта, она лучше читается и лучше воспринимается, чем вот такая. Обычно, если видишь сишный цикл, задумываешься над тем, зачем он здесь сделан. Почему не был взят более привычный, более простой, более стандартный. Значит, в прошлый раз я уже говорил, сейчас повторю еще раз. For и ForEach это операторы-синонимы. Вы можете использовать как один, так и другой. Но будет странно использовать ForEach в си-стайле, хотя он там тоже будет работать. Из особенностей, которые нужно знать, несмотря на то, что вы здесь вроде бы пишете my переменную, она работает как непосредственно alias на элемент массива. Поэтому, если вы ее начнете модифицировать, вы модифицируете содержимое массива. То есть я здесь делаю плюс-плюс, и вот после того, как я прошелся по массиву, я его вывожу и вижу, что у меня каждый элемент вырос на единицу. Также по массиву можно пройтись с специальным итератором EACH. EACH попарно забирает элементы из массива и возвращает их. В случае массива это индекс и значение. По большому счету EACH был написан специально для хэшей, но для массивов он тоже работает. Ну, окей, хэши. Хэши — это одна из самых клевых вещей, которых не хватает в, скажем так, языке типа NCC. Ну, вот нет там структуры, ассоциативный массив. Его обязательно нужно самостоятельно как-то писать. Значит, это хэш-таблица типа ключ-значение, где ключ — это строка, а значение — это любой произвольный скаляр. Особенность хэш-таблицы в том, что обращение к любому ее элементу, как присваивание, так и получение за от единицы. Если нам нужно удалить элемент в массиве, мы сделаем это за от единицы. Если нам нужно удалить элемент в хэше, это будет от единицы. Равно как и поиск элемента по ключу. Как хэши создаются? Значит, символом хэша является значок процента. Хэш создается тоже из списка. При этом в этом списке мы указываем попарно ключ, потом значение, ключ, потом значение. Вы можете инициализировать его как вот такой формой, так и просто списком, так и вообще при помощи оператора QV. Хэш можно подставить внутрь списка, и тогда он превратится в свое плоское представление. Он вернет все свои ключи и значения попарно. Поэтому вы можете сливать хэши в один, например, при помощи вот такой подстановки. Берете один хэш, второй, можете какие-то значения подставить. Они все превратятся в плоский список и заполнят новый хэш. У кого-нибудь есть вопрос про слияние хэшей? Может быть, возникнет. Если одинаковые ключи. Отлично. Если ключи одинаковые, заполнится тот, который был последний. Поскольку один ключ может существовать в хэше всего один раз. Все эти операции при инициализации списка происходят последовательно, поэтому мы сначала встречаем первый ключ, его заполняем, потом встречается второй ключ, и он перетирает первый. На хэши можно брать ссылки и можно конструировать анонимные хэши при помощи фигурных скобок. Так же, как это было с массивами. Значит, здесь был введен новый вот такой символ, который выглядит как стрелочка. Давайте я про него немножко расскажу. Совсем немножко. Этот оператор называется жирная запятая. Вот есть просто запятая, а есть жирная запятая. Значит, как работает запятая? Запятая может работать в двух контекстах. Она может работать в списковом контексте и в скалярном контексте. Нужно знать, что в скалярном контексте она себя ведет, скажем так, немножко непредсказуемо, поэтому вы можете где-то столкнуться со статьей, типа, перл ведет себя странно, он от массива берет размер, а от списка возвращает последний элемент. Нет. Это так работает оператор запятая. Оператор запятая в скалярном контексте, то есть когда мы что-то присваиваем в скаляр, берет свой левый оператор, вычисляет его, выбрасывает, вычисляет право и возвращает. Поэтому если у нас есть список через запятую, он его весь последовательно выполнит, а потом вернет последнее значение. Поэтому в данном случае, вот я это сделал при помощи оператора дух, чтобы увидеть, что они действительно выполняются, я получаю в переменную x последний элемент. Жирная запятая ведет себя так же, но у нее есть еще одна фишка. На свой левый аргумент в списковом контексте она как бы ставит кавычки, если это так называемый bare word. Или bare word, если мы говорим более так, русифицированно. Значит, bare word это последовательность из букв, цифр и подчеркиваний. То есть там не должно быть никаких спецсимволов, чего-нибудь такого особенного. В общем, так как обычно выглядят идентификаторы там функций, переменных. В этом случае не нужно ставить кавычки, код получается немножко чище. Плюс сразу понятно, когда мы записываем это с помощью жирной запятой, что это вот ключи хэша. То есть он работает в любом списке, в любом месте. Вы его можете использовать везде, где можно использовать запятую. Но чаще всего он используется именно в хэшах. Собственно, обратите еще раз, пожалуйста, внимание. Если вы создаете хэш, то есть если у вас стоит знак процента, это именно сам хэш. Он инициализируется списком с круглыми скобками. Если вы создаете ссылку на хэш, вы получаете ссылку. Ссылка это скаляр, поэтому стоит знак доллара. Значит, в этом случае вам нужно указывать фигурные скобки, которые автоматом создают вам ссылку на хэш. Значит, хэши можно создавать из списков, но при этом вы могли запомнить или обратить внимание, что массив, когда его ставят с другой стороны от равно, возвращает список. Поэтому вы можете взять массив и превратить его в хэш поэлементно. То есть попарные элементы будут сделаны точно так же ключами и значениями. Поэтому вы можете в какой-то ситуации набрать значение в массив, а потом этот массив просто присвоить в хэш и создать новый такой хэш. Можно, в общем-то, конвертировать это в обе стороны. Можно присваивать хэши в массивы. Это было и чуть раньше. Но это точно так же работает непосредственно и со ссылками. Причем вы можете и на лету конструировать ссылки из массивов, и ссылки на хэш, и ссылок на массивы. То есть просто все дело в достаточном количестве расставленных дереференсов. Значит, к хэшу мы обращаемся при помощи, аналогично как к массивам, только знаком у нас здесь является фигурная скобка. Мы обращаемся в скалярном контексте, поскольку элемент хэша это скаляр. В качестве ключа мы можем указать как переменную скалярную, так и непосредственно писать вот тот самый барриворд. Хэш нам вернет скаляр. Ну, выглядит это приблизительно так. Вот у нас есть хэш. Допустим, я объявлю переменную кей, к которой буду иногда обращаться. Я могу обратиться к хэшу по просто строке, собранной на месте, по барриворду. Вернет оно то же самое, поскольку барриворд внутри хэша работает. И я могу подставить сюда переменную. Из нее будет взято значение, и оно будет использовано как ключ. В случае работы по ссылке, в общем-то, очень похоже на то, как это было с массивами. Мы можем либо применить оператор стрелки, либо применить скалярное разыменование ссылки. Все то же самое. Делаем разыменование или стрелку и ставим фигурные скобки. Фигурные скобки это, собственно, в данном случае символ обращения к хэшу. Так же, как и с массивами, в них можно что-то присваивать. Указываем ключ хэша точно так же, как и когда мы получали значение, и просто присваиваем значение. Но у хэша, в отличие от массива, есть еще свои особенности. У него есть еще дополнительных 4 оператора, поскольку он не просто массив, он ассоциативный массив. Для него существуют вызовы кейс и вэльюс. Кейс позволяет вам получить в виде списка все ключи, которые в нем есть. Для массива у вас все просто. Ключами массива являются числа от 0 до размера массива минус 1. Здесь какие ключи неизвестно, поэтому их нужно как-то получить. Получает нам их вызов кейс на хэше. Вэльюс возвращает все элементы хэша в том же порядке, что и ключи. Да, про порядок. Поскольку это ассоциативный массив, порядок в нем не задан, не определен и не может быть как-либо заранее предопределен и на него нельзя полагаться. Когда вы что-то сохраняете в хэш, считайте, что оно становится туда в произвольном порядке. Если вы что-то сделали и вывели хэш, и он у вас вывелся в одном порядке, это не значит, что при следующем запуске программы все будет точно так же. Но вам гарантируется, что кейс и вэльюс возвращают значение в одном и том же порядке. Также, поскольку вы можете произвольно в ассоциативный массив что-то присваивать, нужно точно так же уметь удалять и проверять, что оно там есть. Для этого есть два вызова – delete и exists. В delete приходит ключ хэша, то есть как обращение к элементу, только мы говорим, что мы его удаляем. В exists то же самое. Мы делаем exists, обращаемся к элементу, и он проверяет, что там этот элемент есть, и возвращает true или false. Если мы обратимся к элементу непосредственно, без вызова exists, он нам его создаст. Создатся значением undef. Если же мы вызовем exists, он только проверит, что он там есть или его там нет. Для хэши у меня есть аналогичная табличка, как это было с массивом. В основном все отличия здесь в значке обычного типа, не ссылочного. Это знак процента здесь и, собственно, при взятии ссылки. И все непосредственно обращения – это фигурные скобки. Когда мы обращаемся к элементам хэша, будь то один элемент или, например, срез. Да, я вам, кстати, не показал срезы, но срезы на хэшах точно такие же, как и на массиве. Это просто перечисление ключей. Мы указываем списковый контекст. Разыменование ссылки – это взятие соответствующего типа. Поскольку там хэш, мы должны сделать разыменование в процент. Значит, на хэше можно сделать цикл each. Each – это создание итератора на переменной, который поэлементно возвращает пары ключ-значения. Для хэша это имеет смысл, поскольку нам нужно было бы… Без итератора нам нужно создать промежуточный массив ключей, для того, чтобы пройтись по нему циклом. При помощи each нам не нужен промежуточный элемент в виде массива, но нужно быть аккуратным. Итератор существует не за пределами переменной. Он прикреплен непосредственно к самой переменной хэша. То есть у одного хэша может быть в один момент времени только один итератор. Функции кейс и валюс работают через этот же самый итератор. Поэтому, если вы идете по хэшу при помощи вызова each, вам нельзя вызывать на этом хэше вызов кейс или валюс, поскольку кейс и валюс сбрасывают этот итератор. Поэтому, если вы напишите вот, например, такой цикл, он будет бесконечным, потому что каждое обращение кейс будет сбрасывать итератор и будет начинать на каждой итерации сначала. Вообще, все-таки в большинстве случаев используется не each, поскольку с ним нужно аккуратнее работать. Работают именно обычными циклами for, либо по ключам, либо по значениям. Причем, значения можно модифицировать так же, как это было в случае с массивами. То есть вы могли пройтись по массиву и модифицировать его значения. Также вы можете пройтись по значениям хэша и модифицировать их. Ключи модифицировать нельзя, поскольку это извлечение элемента из хэша и добавление нового. В случае значений это не так. Ну и еще раз я все-таки постараюсь обратить ваше внимание, потому что это очень частая ошибка. То есть я вам приведу несколько примеров того, как не надо делать. Значит, массив вы инициализируете списком. Если вы его выведите, то есть вы увидите, что да, у вас создался нормальный массив. Ошибка номер один. В массив вы видите собаку, поэтому это массив, а не ссылка. Вы пытаетесь присвоить квадратные скобки. Квадратные скобки конструируют ссылку на массив. Ссылка соберется, получится. И в этот массив вы положите один элемент, который будет непосредственно ссылкой на этот массив. Поэтому, когда вы его попытаетесь вывести, вы увидите вот нечто странное. Причем, пока вы будете только разбираться со структурами данных в языке Perl, для вас будет выглядеть, возможно, нормально. Ну да, я сказал say массива, он мне сказал, да, у меня массив. Ну, выглядит же как массив, что-то не так. На самом деле не так вот все здесь. Вы присвоили ссылку вместо списка. Для хэшей существует аналогичная ошибка. Хэш инициализируется тоже списком. Но поскольку вы могли запомнить, что хэш это фигурные скобки и так далее, вы можете в хэш положить ссылку на хэш. В этом случае все еще хуже. Если здесь еще данные хотя бы достать можно, там в первом элементе все данные лежат, то здесь вы создали анонимный хэш. Он был приведен к строке, вот к этой строке. Дальше за ненадобностью выброшен, поскольку первый элемент в хэше используется только как ключ. Нельзя ссылочные типы положить в качестве ключа. Второго значения нет, поэтому, ну окей, его нет. То есть вот видите, здесь есть запятая. Это значит, что в этом хэше всего два элемента. Один элемент это ключ. Вот этот вот странная строка хэш чего-то там. А второй это его значение, которого нет. И еще одна распространенная ошибка это списки в списках. Список это, скажем так, чисто синтаксическая конструкция. Он нематериален. Материальные переменные, материальные массивы, их можно, собственно, сохранить, они лежат в переменной, на них можно взять ссылку и так далее. Список существует просто при написании программы. Поэтому если вы, например, попытаетесь внутрь хэша положить список, у вас ничего не выйдет. Если у вас написаны список в списке, в списке, оно все развернется в один большой плоский список. То есть вот здесь подразумевался массив. Ссылка на массив. Поскольку если бы я здесь написал массив, то он бы тоже развернулся в плоскую структуру. Человек, который это писал, мог подразумевать, что я делаю ключ с вот таким значением и ключ 2 вот с таким значением. Но на самом деле здесь просто 6 элементов, а хэши конструируются попарно. Поэтому мы получили хэш с тремя ключами и тремя значениями. То есть на самом деле это вот работает вот так. Для того, чтобы это работало правильно, здесь нужно было бы поставить квадратные скобки, чтобы сделать то, что скорее всего подразумевалось. Теперь про небольшие отличия в синтаксисе относительно логических операторов. Значит, в перле существует 2 набора логических операторов. Одни выглядят, они называются C-style, ну поскольку они выглядят так же, как аналогичные операторы в C. Ну просто в перле есть еще один дополнительный оператор, вот 2 косых черты. Значит, в чем их фишка? Они выполняются последовательно. Ну кстати, и те, и другие выполняются последовательно, так же как и в C. То есть вы можете писать одно, другое, третье, и если одно не выполнилось, то вы знаете, что вы не перейдете ко второму выполнению. На левый оперант, то есть в обязательном порядке, кастуется скалярный Boolean контекст. То есть будет применена попытка рассмотреть левый оперант как Boolean, True или False. Причем ему глубоко все равно, стоит там массив, стоит там списковый срез, или стоит там скаляр. Ну скаляр просто привести к Boolean. А вот массив в этом случае будет рассмотрен исключительно как взятие его размера. То есть поэтому вы можете предполагать, что вы хотите присвоить массиву C, массив A или массив B, но на самом деле вы в массив C в данном случае сложите либо размер массива A, либо массив B. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Здесь вот есть этот самый форсированный контекст. Но в общем, если вы понимаете, что происходит с левым оперантом, вы можете применить условия, а потом применить непосредственно результат присвоения, поскольку контекст у второго операнда остается. Вы можете присваивать, здесь у нас список, и здесь у нас список, и он присвоится нормально. Данные вызовы давайте я расскажу вот построчно. Вот этот say, то есть он проверит, является ли вот это true, и если это true, выполнить второй, выполнить и вернуть второй оперант, то есть вернуть отсюда тест. Тест возвращается в функцию say, say говорит тест. В случае с нулем проверяется, что вот это false. Если это false, тогда мы fallbackимся на второй через или. и опять же выводим тест. В данном случае мы пишем 1 или die, поскольку 1 true через или мы не проваливаемся, die не вызывается. здесь написано 0 и die, поскольку 0 это false и не проходит, die не вызывается. То есть если бы любой из die вызвался, программа бы остановилась здесь. Существует еще оператор define it or, он называется, он позволяет проверить, если переменная определена, вернуть ее, если она не определена, перейти к следующему оператору. Ну и здесь, вернуть массив сам array, если true, и вернуть массив сам array, если не вот этот false, что в общем-то тоже true. значит это операторы, скажем так, высокоприоритетные, ну и я бы сказал, они жесткие, поскольку они здесь, скажем так, работают связки и работают выше, чем вызов этой функции. Существуют еще специальные низкоприоритетные операторы, аналогичные, то есть есть and, orc, orc и в общем обычный логический node. они операторы с самым низким приоритетом. То есть если у вас написано что-то, потом один из этих операторов и еще что-то, вы можете быть абсолютно уверены, что этот оператор будет выполнен в самую последнюю очередь. Это позволяет вам писать меньшее количество скобок при любых, там не знаю, написании условий, циклов, unlessов и прочее, поскольку вы полностью пишите свое выражение, потом пишите этот самый and, or, там, orc, or и знаете, что они выполняются в последнюю очередь. Также эти штуки используются для проверки результата вызовов каких-либо функций. Предположим, у нас есть функция open, которая возвращает true или false в зависимости от того, получилось или нет. Про саму функцию open у нас будет через одну лекцию более подробно и вообще про всякие вызовы. Здесь она вот для примера. Есть вызов функции open, которая принимает аргументы и подразумевается, что она хотела, если она вернула false, нужно вызвать die. Ну, не получилось. В данном случае закралась ошибка, поскольку если использовать или, это то же самое, то есть или выше, по приоритету, чем оператор запятая. И получается следующее. У нас можно сказать вокруг вот этого выражения расставляются скобки. Тем самым это выполнится сначала. В результате вызовется непосредственно дай, потому что ноль это false. Правильным образом было бы использовать низкоприоритетный ор. Низкоприоритетный ор не будет выполнять проверку и не отдаст управление следующему операнду, пока вот здесь все не выполнится. Тем самым мы как бы расставляем скобки для непосредственно вызова open. Он выполняется, проверяется результат и только потом он отдается в ор. Ор проверяет, что вернул open и вызывает или не вызывает дай. ор не пытается кастить контекст на свой левый оперант. Если у нас есть функции, которые могут возвращать что-то в разных контекстах, например, переменная stat. Она позволяет узнать информацию о файле. Есть аналогичная функция fc, stat, lstat. Она может либо просто сказать true или false, либо она может вернуть массив. В этом массиве лежит вся информация о файле. Так вот, если я подставлю сюда высокоприоритетный ор, я к стату применю непосредственно скалярный контекст. А в скалярном контексте stat, можно сказать, ничего не возвращает. В этом случае с ошибкой все будет хорошо. Если файла нет, ошибка выведется. Но если файл есть, я свою информацию не получу. В случае использования низкоприоритетного ора, stat спокойно вернет мне список. Список присвоится в массив info и уже на размер массива info ор посмотрит. То есть, по сути, здесь или отработает раньше, чем равно, а ор здесь отработает позже, чем равно. Это еще один момент. Не надо пытаться использовать ор для построения цепочек присвоения. Для этого как раз используются высокоприоритетные операторы. Ну и теперь, поскольку вы уже увидели, что я где-то как-то подставляю переменные в строки, рассмотрим такую вещь, как интерполяция. Значит, интерполяция, кто знаешь и понимает, что такое интерполяция? Строковая интерполяция. Хорошо. Интерполяция это подстановка значения какой-либо переменной или какого-нибудь выражения или какого-нибудь шаблона в определенное заданное место другого паттерна. Это если в общем. В случае перла это подстановка значения уже определенной существующей переменной или какой-нибудь последовательности символов специальной в написанную строку вместо того, что там написано. Значит, интерполируются только строки в двойных кавычках. Если я запишу что-нибудь внутри одинарных кавычек, оно будет ровно таким, каким я его и написал. Но если же у меня кавычки двойные, то Perl, найдя там доллар или собаку, попытается дальше найти там имя переменной или не только имя переменной, а и например обращение к элементам хешей или массивов. Помните, я говорил, что у нас обращение к элементу массива скалярное, обращение к элементу хеша скалярное. То есть, вот здесь нам не важно, что хеш это знак процента. Обращение к его элементам все равно записывается либо через доллар, либо через собаку, если это срез. Их тоже можно интерполировать. Значит, я могу интерполировать на месте массив, причем если это списковая интерполяция, нам нужен какой-то разделитель, поскольку у нас элементов много. По умолчанию в строке разделитель пробел, но мы его можем поменять. Здесь я вам скажу, что существует большой набор спецпеременных, это так называемые пунктуационные переменные, они меняют поведение языка. Их всех можно посмотреть в документации, некоторые из них вы можете со временем запомнить, вот кстати здесь в предыдущем слайде я использовал переменную доллар восклицательный знак. Наверное наряду с переменной ошибки, которая будет позже, это две самые популярные переменные, потому что это переменные ошибки. Но вот здесь я использовал переменную так называемый лист-сепаратор. Это какой символ будет подставляться при строковой интерполяции списков. Я его могу поменять. И поэтому тот же самый код, который здесь выводил элементы через пробел, стал выводить их через точку с запятой. Вот в зависимости от того, что мне нужно в конкретный момент, я могу либо глобально, либо локально эти переменные менять. Ну и да, я могу обращаться к одному элементу, я могу обращаться к списковым срезам, я могу обращаться к элементам хэшей. Все это прекрасно интерполируется и подставляется. Также в строках в двойных кавычках работают различные эскейп последовательности. С последовательностью слышен наверняка большинство из вас знакомо. Это перевод строки. Также в перле поддерживаются более-менее стандартные для большинства языков табуляция, возврат каретки и тому подобное. Есть различный эскейпинг для юникодных символов. Помните, я говорил, что пер очень хорошо работает с юникодом. Было бы странно, если бы нельзя было задать строке вручную при помощи кода какой-нибудь юникодный символ. Поэтому их можно записывать различными способами. Какие-то были исторические, какие-то появились позже. и более-менее современных перлах можно вообще использовать задание символа по имени. У нас будет отдельная отсылка к юникоду на лекции по регулярным выражениям. Там мы это рассмотрим. Список всех последовательностей можно посмотреть в документации Perl.op. Ну и в обратную сторону в строке в одинарных кавычках нужно экранировать только непосредственно две вещи. Нужно экранировать саму кавычку если вы не поменяли разделитель и нужно экранировать символ экранирования то есть слэш. Поэтому если вы там пишите что-то другое оно не экранируется. Например если вы попробуете заэкранировать символ который экранировать не надо вы получите в сыром виде и слэш и непосредственно сам символ. В отличие от многих языков где вы можете экранировать можете не экранировать она одинаково работает нет если что-то экранировать не надо она выводится как есть с этим связана одна смешная вещь когда вы последовательно ставите несколько слышей вы получаете при одном и том же коде разный результат вот собственно почему допустим написано 2 слыша один слэш экранирует другой слэш результат этого один слэш если написано три слыша то первый слэш экранирует 2 получаем один слэш второй слэш экранирует символ который не должен экранироваться и вы получаете в выводе второй слэш таким образом от трех слышей плюс символ вы получаете два слыша и символ но если вы запишите 4 слыша вы получите два за экранированных символа что будет равняться по большому счету тому же самому это немножко смущающая вещь если вы начинаете экранировать слышали вы можете с этим столкнуться и не понять что происходит вот если вы не поймете что происходит вспомните лекции вспомните что да там было что-то странное ну и может быть вспомните что любой не экранируемый символ не экранируется подставляется как есть ну раз мы говорим про кавычки нельзя не сказать более подробно про эти самые операторы кавычек значит существует вот большой класс это операторы q q q q q q r и операторы регулярных выражений вот сейчас мы их рассмотрим значит q самая простая это квот это обычная строка без интерполяции то есть строка в одинарных кавычках по умолчанию q можно не писать если мы пишем разделитель одинарные кавычки мы можем поменять разделитель причем этот разделитель может быть как не парным символом например слышит там не знаю точки с запятой на хоть обычные кавычки двойные в этом случае у нас указан q поэтому это будет трактоваться как строка в одинарных кавычках так можно указывать сбалансированные парные символы то есть это любые скобки круглые фигурные квадратные если у элемента есть пара кстати угловые по моему тоже то вы открываете одним закрываете другим здесь есть один момент вы можете использовать внутри этой строки эти же разделители если они сбалансированы то есть например если вы используете в качестве разделителей фигурные скобки внутри строки можно использовать фигурные скобки главное сбалансировать количество открывающих и закрывающих если они сбалансированы вы получите нормальную строку если они не сбалансированы собственно синтаксис то есть еще программа при запуске при компиляции скажет у вас синтаксическая ошибка ну и кстати разделителем может быть действительно любой символ если у вас не пунктуационный символ а например вы хотите там использовать хотя бы например букву q после этого разделителя вы отделяете ее пробелом вот это тоже будет работать так не надо писать программы но вы можете это встретить в каких-нибудь не знаю опусцированных программах или еще каких-то то есть там где вам будет совсем непонятно что же здесь написано вот в этом случае можно вспомнить что ах ну да после киу можно ставить вообще все что угодно ну теперь какие у нас еще есть кюкю дабл квот двойная кавычка работает ровно так же как строки в двойных кавычках это строки с интерполяцией все правила замены разделителей работают для всех операторов кавычек одинаково есть оператор кюве квотвордс это генератор списка и интерполяция в нем не работает никогда используется для того чтобы сгенерить по-быстрому на месте какой-либо константный список qx квот экзекьют это просьба операционную систему выполнить внешнюю команду и вернуть результат результат может быть возвращен как в виде списка так и в виде одного цельного скалярного значения зависимости от того что вы ставите слева причем можно как с интерполяции так и без интерполяции по умолчанию интерполяция включена но если вы поставите одинарные кавычки в качестве разделителя интерполяция выключится то есть вы сможете там использовать переменные с долларами или еще что-то и это все уйдет непосредственно в shell вам кстати понадобится команда qx для решения домашки по умолчанию если не писать сам оператор qx это обратные кавычки то есть вы можете записать любую команду в обратных кавычках и она выполнится непосредственно в shell и последнее здесь я упомяну это вскользь поскольку мы говорим про эти операторы это оператор сборки регулярного выражения оператор матча оператор замены и транслитерации это все относится к регулярным выражением они синтаксически записываются также как и остальные операторы кавычек есть что-то общепринятое например использование слышали в регулярных выражениях потому что в одном из них это символ по умолчанию но эти символы можно точно также менять спокойно то есть вы можете комбинировать причем в сапси тьюти и в транслитерации у вас есть две группы по умолчанию разделители как бы слышали но их можно спокойно менять причем попарно можно одни сделать такими другие такими об этом более подробно то есть вот мы будем писать регулярные выражения там с этим познакомитесь здесь это просто вот есть такая синтаксическая конструкция на этом мы закончили вот собственно с переменными и все что их окружает дальше у нас то как с этими переменными которые массивы хэши и прочее работать продолжим у нас есть структуры нам надо с ними как-то работать в перл существуют встроенные функции для работы со списками первая такая функция эта функция греб по-хорошему она должна называться не греб а фильтр потому что логически это фильтрация и в многих других языках она называется фильтр но она изначально создавалась как замена или расширение консольной утилиты греб ну и более того внутри нее можно применять те самые регулярные выражения паттерны и прочее поэтому так сложилось что она называется греб она принимает некий список фильтрует его то есть троеточие должно что-то вернуть нужно вернуть true или false пропускать или не пропускать и мы получаем результирующий список и и устройство очень простое вот если его написать самостоятельно она будет выглядеть приблизительно так вы подставляете то что здесь в троеточие и помещаете в выходной список если она возвращает true и возвращаете его как этим пользоваться ну допустим у нас есть какой-то массив вы можете его прогрепать вы его подаете на вход внутри блока вы пишете какое-то выражение которое возвращает true или false ах да для каждого для каждой итерации цикла поскольку вот здесь for без переменной используется так называемая переменная по умолчанию да я говорил про короткие переменные про доллар восклицательный знак и еще что-то так вот я был неправ самая часто используемая переменная это переменная по умолчанию доллар подчеркивание ее автоматически устанавливают итераторы циклов вайлы их устанавливают вот эти функции по работе со списками то есть на каждой итерации доллар подчеркивание указывает на очередной элемент списка я вызываю функцию лэнкс которая возвращает длину строки для пустой строки длина 00 это false поэтому эта строка не пропускается через греб таким образом я получаю новый массив не пустых строк греб может кстати возвращать не только список он может работать и в скалярном контексте если я присваиваю скаляр а в данном случае скалярная переменная это скаляр он просто вернется сколько он насчитал ему не нужно собирать этот список он видит скалярный контекст он просто считает сколько строк он пропустил в данном случае он мне скажет 3 в общем в блоке здесь не обязательно писать return return в перле подразумевается то есть последний statement является ретурном поэтому я здесь могу вот делать ну какие-то такие штуки могу инициализировать это все списком числовым например и здесь что-то делать например там сделать себе четные и нечетные числа остаток отделения на 2 возвращает 0 или 1 тем самым не разделяя этот список на одну половину или другую следующая штука которая очень похожа на греб это map это преобразование одного списка в другой map принимает входящий список и все что возвращает его блок возвращается в результирующий список если опять же рассмотреть это неким псевдокодом выглядит это приблизительно так в гребе здесь было условие в мапе здесь просто вот все что он вернул подставить в новый список и вернуть его map не определен для скалярного контекста он работает только со списка вам в общем как это работает например берем набор чисел внутри map а возводим каждая в степень 2 получаем новый список который присваиваем массив квадратов например можно применять различные функции например можно сгенерировать последовательность символов из их кодов берем генерируем коды применяем функцию chr получаем уже массив букв который мы выводим причем map а можно ваш мат может вернуть не единичный элемент а он может вернуть список например таким образом из массивов можно делать хэш и мы передаем какие-то сущности которые у нас например будут ключами и из map а возвращаем попарно два элемента ключ и значение таким образом для каждого одного входящего элемента мы создаем пару ключ и значение которое впоследствии присваивается в хэш вот я здесь создал не просто массив квадратов по индексов а хэш квадратов по ключам которые равняются индексом еще одна штука которая выглядит подобным образом это сорт ну в общем по названию довольно просто догадаться что это сортировка выглядит она очень похожа на предыдущие штуки в нем можно указывать блок сортировки или не указывать в этом случае то есть если блок не указан применяется сортировка по умолчанию а по умолчанию сортировка строковая давайте посмотрим как этим пользоваться у нас есть некий массив strings можем просто на нем вызвать сорт он его отсортирует и вернет отсортированный массив отсортированный список который мы присвоим в массив если же мы хотим сортировать по-своему мы можем объявить блок сортировки блок сортировки это функция которая должна вернуть минус 1 0 или 1 0 это значит оставить все на своих местах минус 1 и 1 собственно переставить и переставить другую сторону значит если у нас числа мы их сортируем числовым компаратором если мы хотим сортировку в обратном порядке мы можем поменять местами переменные а и b значит как работает сорт кто представляет в принципе как работает сорт ну я немножко про другое то есть не про само сравнение а про алгоритм когда функция сравнения определена то есть он всегда состоит из сравнения двух элементов но в данном случае в перле сортировка по умолчанию это quicksort кто собственно кому интересно можете почитать про разные алгоритмы сортировки это в принципе занимательно и полезно в данном случае переменные а и b то есть сорт вызывается многократно сложность сортировки это n log n для списка то есть он будет вызван большее количество раз чем размер непосредственно массива и будут он будет вызываться с теми элементами которые сейчас этим алгоритмом сортировки непосредственно нужно сравнить и нужно принять решение переставлять или не переставлять так вот здесь мы их непосредственно и сравниваем если нам нужно отсортировать массив прямо мы указываем аргументы в прямом порядке оператор сравнения вернет нам собственно минус 101 правильно отсортировать в обратном порядке мы можем следующим образом можем просто переставить местами переменные а и b это самое простое либо мы можем взять от этого отрицательный знак но переставленные местами они выглядят более просто потому что здесь бы пришлось поставить круглые скобки знак минуса да это зафиксированные стандартные существующие переменные да они описаны сперлвар если мы применяем цифровую сортировку мы форсируем приведение всего к числам если мы используем cmp мы приводим все к строкам то сортируем как строки если мы хотим сделать регистра независимую сортировку то мы можем применить оператор фолткейс ну функцию фолткейс которая приводит любую строку к ее каноническому регистра независимому виду и сравниваем уже их в данном случае у нас конечно количество вызова фолткейс будет немножко превышать количество элементов в строке но в данном случае это приемлемо это быстрая операция я говорил что элементы хэша не отсортированы они хранятся как попало и мы никак на это повлиять не можем но иногда мы хотим вывести какие-то результаты из хэша в отсортированном виде в этом случае вот форма для выполнения этого действия мы вызываем сорт сортируем наши ключи хэша или мы можем отсортировать по значению в общем как нам надо и достаем поэлементно из хэша то что мы хотим вывести у меня здесь еще раз рассматривается более тщательно можете слайд рассмотреть самостоятельно строковое и числовое сравнение я здесь покажу вот еще вот эту вещь вы можете допустим у вас есть массив смешаны там и числа и строки но вы хотите скажем так строки сортировать более натурально если они числа чтобы вот когда мы сравниваем 100 и 20 20 было все-таки меньше чем 100 это можно сделать вот такой вот специальной функцией скажем так smart сортировки сначала вы сравниваете строки как числа в этом случае если там числа то они сравняться как числа вернут минус 1 или 1 и все будет как вы и ожидаете если же там не числа ну либо они равны это пограничный кейс но тогда во втором случае у нас ничего не изменится то она вернет 0 для равных строк точнее для равных чисел она возвращает 0 а 0 проваливается через или здесь стоит оператор или если вот это будет true минус 1 и 1 это true она вернет его если там 0 она проваливается во второй оператор и тем самым вы вызываете второе сравнение а второе сравнение это уже сравнение их как строк таким образом вы сначала сортируете как числа а если как числа они равны вы их сортируете как строки таким образом можно делать различные штуки вы можете сортировать какие-нибудь списки допустим вас сложная структура вы можете отсортировать сначала по одному элементу но если они по этому элементу равны отсортировать по второму по третьему и так далее причем в каждом из блоков спокойно менять порядок на прямой или обратной когда вы будете что-то выводить а у вас в задачах наверняка мы дадим что-нибудь связанные с листингом файлов с их сортировка и прочим вот вам может такое понадобится ну еще есть функция инверсии которая позволяет развернуть сам это создание функции здесь будет это в конце ну да довольно сложно скажем построить материал так чтобы не возвращаться к уже объясненному и дать материал базирующийся только на том что уже было дано придется много раз повторять одно и то же дополняя его разными главами поэтому дай будут все время отсылки к чему-то что будет чуть чуть позже значит реверс реверс позволяет развернуть хэш или массив если вы проверяем реверс к массиву здесь все просто мы делаем массив задом наперед если же мы делаем реверс на хэш то мы получаем хэш наоборота хэш наоборот это когда значение становятся ключами а ключи значениями в этом случае может опять же возникнуть вопрос нет ключи ключи это строки значит значение все равно превратятся в строки поскольку ключом хэша должна быть только строка и если были дублирующиеся значения то они собственно исчезнут останется только одно значение но если у вас уникальный хэш и по ключам и по значениям то его можно спокойно реверсить в разные стороны то есть в одну сторону и обратно произвольное количество раз ну и уже упоминавшаяся функция так или иначе сплит и join сплит позволяет порезать строку на элементы либо на символы либо на какие-нибудь слова и прочие лексемы сплиту указывается разделитель по которому порезать причем разделителем может быть даже регулярное выражение пока вам это не нужно но в общем разделитель пустая строка это собственно порезать на символы и есть обратная операция join соединить элементы списка через разделитель таким образом мы можем взять строчку порезать ее вообще на буквы а точнее даже это не только буквы это и пробелы впоследствии мы их можем либо вывести при помощи строковой интерполяции если бы я вывел просто сей letters я бы не увидел что то есть она бы вывела мне ту же самую строчку разделителя нет поскольку я сделал строковую интерполяцию у меня здесь между каждым отдельным символом воткнулась еще по пробелу что показала мне что да действительно у меня получился массив можно разбить по пробелам в данном случае я получаю набор именно слов ну и в обратную сторону я могу выполнять join join можно вызывать пустой строкой в этом случае он соединяет просто их либо можно соединять через разделитель в этом случае соединяется собственно через разделитель причем join принимает на вход именно список ему не обязательно иметь какую-то структуру поэтому здесь можно писать сорты map и реверсы и как угодно эти штуки все комбинировать то есть вообще элементы можно спокойно между собой комбинировать можно написать греб после него map после него сорта опять опять и опять то есть таким образом получая нужный вам результат в таком скажем немного функциональном стиле join выдает один скаляр еще раз обозначу что вы можете взять хэш и присвоить его в массив при приведении хэша к списку он собственности реализуется в каком-то заданном порядке этот массив потом впоследствии можно обратно присвоить в хэш но при этом если мы например хотим в массив сохранить их строго упорядоченном виде но вот здесь они сохранились как попало то есть раскидались ключ 2 ключ 1 ключ 3 ну вот а я хочу чтобы они были строго упорядочены 1 2 3 я могу это сделать с соединением вот такой цепочки то есть я сначала беру кейс от хэша получаю последовательность например кей 2 кей 1 кей 3 дальше на нее применяю сорт получаю последовательность к 1 кей 2 кей 3 а потом при помощи мапа формирую собственно ключ и соответствующие ему значение таким образом получаю строгую сортировку но конечно когда его опять присвоив хэш хэш его сохранит у себя как попало поскольку таково его устройство немножко рассмотрим таких вот вещей что можно делать при помощи вот этих встроенных функций допустим нам нужно провести уникализацию ну кстати у вас есть похожее задание в домашке предположим у вас есть строка с дубликатами вас вот здесь есть дубликат буква а буква е и так далее значит как это можно сделать вы объявляете хэш а дальше при помощи грепа идете по вашему списку а здесь сделаем следующее в хэше вызовем на каждый проходящий через него элемент в плюс плюс оператор плюс плюс по умолчанию то есть возвращи сначала возвращает элемента потом его увеличивает таким образом элементов хэш и нет возвращается false и потом элемент создается и инкрементийца нот от false отдает true поэтому когда мы видим элемент первый раз мы его пропускаем все последствующие все последующие плюс плюс будут уже возвращать 1 2 и так далее и нот от него это false мы их соответственно пропускать не будем таким образом после пропускания массива через вот такой хэш мы получим во первых в хэше набор всех уникальных ключей причем с количеством сколько раз они там были но если нам нужно было например в исходном порядке то вот мы получим наш непосредственно новый массив ну и вот да вот в хэше у нас лежат еще и посчитанные элементы сколько раз каждый из них встречался при помощи подобных вещей грепов мапов можно делать различные этом пересечении этом объединение исключения например как сделать пересечения вот у вас есть два массива у них есть некоторое общее подмножество для того чтобы его вывести мы можем применить следующий подход мы определяем хэш причем в этом хэше мы при помощи спискового присвоения инициализируем все ключи то есть мы делаем списковый срез в качестве ключей подставляем все элементы массива а и присваиваем им пустой список таким образом ключи создаются значение для них не было здесь пустой список поэтому они все заполнились андефами но ключи есть мы впоследствии можем всегда за тот самый от единицы проверить наличие конкретного ключа а дальше мы применяем греб к второму массиву и когда мы идем по второму мы проверяем а существует ли этот элемент в первом таким образом здесь на выходе мы получаем те элементы b которые заодно существовали в массиве а таким образом мы получили пересечения аналогично можно делать исключение генерим в общем какой-нибудь массив генерим хэш в которой сохраняем по сути элементы этого массива в общем я здесь сделал вот такой при помощи среза можно заполнить хэш при помощи мапа и проверять не через exists непосредственно через обращение вот у меня есть элементы то есть меня есть хэш который говорит какие элементы у меня есть а дальше я фильтрую любой список и проверяю есть у меня этот элемент в том множестве или нет тем самым исключаю из него их за счет вот этого отрицания есть еще возможность при помощи сортировки вычислять минимумы и максимумы допустим вам нужно по-быстрому на коленке определить минимальный или максимальный элемент вы просто берете массив сортируете его на месте от него берете там нулевой или минус первый элемент либо сортируете в обратном порядке опять берете нулевой тем самым вы получаете минимальный или максимальный элемент но так делать не надо и кто скажет мне почему ну кто мне скажет почему минимум и максимум находить сортировкой плохо именно потому что минимум и максимум это один проход вы всегда это можете сделать а сортировка сожрет у вас еще домноженное на логарифм с этим мы закончили перейдем к сложным структурам данных первая сложная структура которую обычно хочется кому-то кто например программировал на других языках например носи это массивы массивов почему-то такая распространенная структура там матрицы все такое значит как сделать перли массив массивов да в общем просто поскольку массив может содержать себе любые скаляры в том числе этими скалярами могут выступать ссылки на массивы поэтому если в массив напихать ссылок на другие массивы вы получите массив массивов чем если вам нужны массивы массивов массивов то есть как бы трехмерный массив вы можете сделать и это и вообще вас никто не ограничивает вы можете делать это сколько вам влезет можно на первом уровне использовать массив а внутри использовать ссылки на массивы либо можно и на первом уровне использовать ссылку на массив разница записано на этом слайде и в общем она не отличается от разницы между массивом и ссылкой на массив здесь всегда собаки и списки на первом уровне здесь доллар и квадратные скобки когда у нас есть этот самый массив массивов мы к нему можем обращаться последовательно то есть мы сначала обращаемся к первому элементу на первом уровне он нам вернет на самом деле просто ссылку на массив мы к ним можем уже в ней обратиться к следующему элементу к следующему следующему и так далее если у нас более сложная структура она вложена друг друга мы просто увеличиваем глубину нашего обращения по большому счету мы просто дереференс им ссылку достаем оттуда что-то и дальше с этим работаем для обращения в глубину у нас синдексис позволяет эти вызовы чейнить то есть мы обращаемся к первому ко второму к третьему и перл это понимает если массив мы вот здесь ничего не указываем мы сразу начинаем обращаться к индексам если у нас ссылка на массив мы должны на первом уровне сделать в обязательном порядке стрелку на самом деле как бы можно спросить вот мы всегда из ссылки достаем элемент по стрелке можно поставить стрелки между каждым последующим элементом но поскольку внутри структуры могут лежать только ссылки все последующие стрелки можно опустить потому что другого там ничего быть не может ну а зачем писать лишние стрелки если их можно не писать с вложенными структурами можно делать все то же самое что вы делаете и с обычными структурами к ним можно применять дереференс можно обращаться к их элементам просто нам нужно их правильно адресовать если у нас есть массив массивов то в его нулевом элементе лежит один из тех самых представителей этих массивов мы можем посмотреть на его размер применив скалярный дереферен применим списковый дереференс и к нему применив скаляр мы можем в этот массив в списковом контексте обратившись к нему как массиву применив дереференс там делать push shift или еще что-нибудь его можно очищать можете непосредственно обратиться к этой структуре и очистить ее либо можно на ее место положить новую пустую ну и также если вы пойдете циклом по массиву верхнего уровня у вас каждая вложенная структура ну логично будет той самой вложенной здесь нужно сказать следующее если в строгих языках типа си можно сказать что у меня многомерный массив такой-то размерности то в перле здесь я на любом уровне могу положить массив любого размера и не могу сказать что у меня строго вот этот массив 3 на 3 на 3 я могу прийти вот как вот здесь и положить там в один из массивов четвертое значение никто мне это не помешает сделать ограничений каких-либо на это нет поэтому если вам нужно строго вы можете либо написать что-то свое что будет проверять эти значения либо просто выписать аккуратно код который с этими структурами оперирует для того чтобы он не выходил за границы этих значений ну и в общем вторые сложные структуры это вообще любые произвольные структуры на самом деле массив массивов это частный случай сложной структуры в массивы и хэши можно складывать скаляры а в скаляры можно складывать ссылки а ссылки могут быть на скаляры массивы и хэши вы можете создать любую структуру с произвольной вложенностью с любой типизации на любом уровне вот я здесь создал переменную создал там какой-то ключ и сложил в хэш скалярную строку ссылку на массив внутрь которой что-то сложил еще хэш а внутрь хэша я сложил один строковый ключ один ссылку на массив вот я так могу продолжать сколько угодно более того я могу даже делать ссылки на сами же структуры которые там внутри лежат и создавать кольцевые ссылки ну так лучше не делать потому что память и об этом мы будем говорить где-то ближе к концу как с этим бороться в общем так делать можно обращаться к этому да очень просто вы просто обращаетесь к заданной структуре и обращаетесь к тому типу который там лежит если вы не знаете что там лежит вам нужно сначала посмотреть какой у нее риф type то есть вы вы получаете какую-то переменную смотрите на ее риф если рефы рей вы с ней работаете как с массивом если риф хэш вы с ней работаете как с хэшом если риф скаляр работаете как с со скаляром как ссылкой на скаляр если он не риф ну значит эта строка или число и в общем выводите как есть например риф это было где-то вот самом начале в районе слайда где-то 14 у вас то есть слаки вызов риф но если это ваша структура вы ее сами создавали вы можете сразу обратиться на любую нужную вам глубину обращаясь просто к правильному типу на первом уровне может быть опять же либо ссылка либо не ссылка здесь никто нас не ограничивает ну поскольку а как можно сразу создать хэш референс тогда как я уже говорил на первом уровне обязательно указывать стрелочки на втором и более глубоком стрелочки опциональные и вот эти записи они в общем-то эквивалентны что со стрелочками что без стрелочек со сложными структурами в общем можно точно также работать при помощи map of сортов грепов ничего не меняется у вас просто во вложенных структурах когда вас приходит а или б или например доллар подчеркивание лежат вложенные структуры вот у меня массив хэшей я вызываю на нем сорт при этом а и б это соответственно поочередно если я их здесь выведу при каждом вы вызове я увижу что да это вот непосредственно вот этих хэш и я могу сравнивать элементы одного хэша с соответствующими элементами из другого хэша вот в данном случае я сделал сортировку сначала по вот этому полю а если она совпадает то сортировку по вот этому полю то есть аналогично тому как и это делал при сортировке чисел или строк здесь я просто данные беру из разных полей можно вкладывать друг в друга сорты map и так далее у нас например есть массив массива в хэшей допустим это пиксел и с соответственно заданными кодами rgb я вызываю map первого уровня над непосредственно массивом первого уровня внутри этого мапа доллар подчеркивание это будет каждая вот эта строка но мне с каждой этой строкой тоже нужно бы сделать map например я хочу его вернуть непосредственно в том же виде поэтому я здесь на лету конструирую анонимный массив то есть я выполняю map внутри этого это map а я возвращаю анонимный массив внутри которого вкладываю следующий map по непосредственно текущей строке а внутри него работаю с хэшом здесь доллар подчеркивание это уже непосредственно каждая ячейка хэша применяю грейс кейл алгоритм он возвращается и заполняет мне вот этот массив если я вывожу это я получаю уже другую структуру таким образом без создания промежуточных переменных сложных циклов или еще чего-то я спокойно могу трансформировать мои структуры и вот это как раз и сильно отличает в выгодную сторону динамические языки скриптовые от языков более этом строго типизированных еще одна полезная структура это хэш с ключами ну ключи уж какие понадобятся а в качестве значений мы устанавливаем указатели на функции функции могут быть анонимные функции могут быть не анонимные но по своей сути это позволяет нам создать некоторый набор операторов или команд или еще чего-то под что мы пишем в этих функциях обработчики хендлеры и мы можем написать один раз унифицированный код который умеет с этими обработчиками работать и впоследствии добавление новых команд для нас сводится не к дописыванию какого-нибудь большого и фас еще чем-нибудь а просто добавлением одной строчки в этот самый хэш одна строчка и одна функция которая это обработать обрабатывает весь остальной код у вас уже будет написано и это вам тоже понадобится со сложными структурами есть одна вещь которую нужно знать для того чтобы подытожить есть такая штука как авто оживление если у вас есть пустой хэш или пустой массив в котором в общем ничего не лежит по элементу к которому вы обращаетесь то вы можете к нему обратиться как к любому типу причем если вы идете в глубину для вас этот элемент будет создан в случае простого массива я могу обратиться к массиву и сказать массив от ключа не существующего равно чему-то здесь я могу сделать то же самое только я пропуская вот у меня не существует ключ анонс хэшом но я обращаюсь к нему как хэшу и говорил что его ключ там присвоить ключу exist ровно после этого у меня вот этот хэш в этом ключе уже будет потому что для того чтобы присвоить этот ключ мне здесь нужен хэш его там нет я ничего не испорчу поэтому этот несуществующий ключ был авто оживлен это действие называется авто оживление или по-английски out of you fiction оживлять можно массивы оживлять можно хэш и оживлять можно ссылки на массивы причем нас никто ссылки на скаляры причем нас никто не не ограничивает глубиной мы можем сразу идти на любую глубину создавать элементы когда это удобно допустим вы обрабатываете какой-нибудь входящий поток или еще что-то вам нужны какие-нибудь счетчики по ну предположим вы из лога или из какой-то структуры достаете один ключ а для этого ключа вам нужно посчитать там один ключ другой ключ в третьем там плюс плюс сделать вам не нужно проверять есть эта запись уже или нет вы просто к ней обращайтесь как будто она есть тем самым у вас вместо кода если записи нет создаем нулевые элементы иначе плюсуем сворачивается просто сразу плюсуем как будто она есть это очень удобно теперь пойдем к управляющим конструкциям мы уже видели так или иначе циклы там for while вообще иногда бывает нужно из них как-то выпрыгивать перепрыгивать и так далее есть некоторое количество функций которые позволяют нам ими управлять первое это next next это аналог continue в циклах в языке си переходит к следующей итерации и если у цикла есть блок continue а блок continue может быть у цикла for и у цикла vile next перепрыгнет туда поэтому если у вас есть какая-то логика в блоке continue то вызов next а ее нормально обработает last прерывает исполнение цикла аналог сишного break независимо от того есть блок continue или нет last выпрыгивает из цикла и больше ничего не выполняет ряду аналогов в си не имеет но самый ближайший его аналог это go to он прыгает в начало текущей итерации цикла и начинает ее сначала без изменения каких-либо переменных цикла то есть не выполняется инициализация реинициализация инкремент счетчиков и так далее здесь просто начинаем вот что-то пошло не так надо повторить ряду может организовать за счет простого безусловного прыжка бесконечный цикл вы можете просто написать форм внутри фора написать ряду и из цикла вы никогда не выйдете штука которая позволяет не создавать каких-нибудь переменных флагов или еще чего-то и которой сильно не хватает во многих языках это возможность вызова вот этих самых команд next last и ряду по метке каждому циклу на самом деле даже каждому блоку вы можете дать метку просто назвать его помимо того что на эту метку можно сделать go to по этой метке можно сказать непосредственно next last или ряду и он будет применен ник внутреннему к текущему циклу а к тому относительно которой метки вы сказали с таким образом я вот здесь пишу next аутер и выпрыгивают из внешнего цикла в следующую следующий блок они из вложенного блока как если бы было написано просто здесь next еще нужно отметить вы уже могли заметить что кое-где я это писал я иногда писал if или unless после выражения значит спирле поскольку тим тоуди поскольку выразительность языка существует такая вещь как постфиксная аннотация на самом деле запись statement if expression это ровно то же самое что написать if expression тогда в блоке написать statement у постфиксной аннотации нет варианта записать else нет собственно блока для чего она нужна она нужна для того чтобы скажем так расставлять акценты когда вы говорите напоминаю larry wall лингвист перл имеется в общем-то лингвистические корни с таким вот уклоном так вот когда вы говорите вы можете делать ударение на разных словах вы можете менять порядок слов для того чтобы лучше обозначить значимость чего-то так вот постфиксная аннотация должна использоваться в том случае если в первую очередь важен statement то есть вы говорите statement если то-то там если не то-то там выполнить statement пока там что-то читается например и так далее и соответственно инфиксная аннотация когда сначала вы пишете expression а уже потом statement используется либо в больших выражениях когда это вот большой блок и когда скорее вам нужно обратить внимание на expression на то выражение которое вас пропускает или не пропускает ну вот можно примеры рассмотреть то есть как одно и то же записать при помощи там постфиксной или обычной нотации вот у вас есть такое выражение неважно что это регулярное выражение пока на него вообще не смотрим то есть можно писать и в что-нибудь тогда вы виде строку если на самом деле для нас ну во первых ее можно упростить через unless и убрать переменную по умолчанию поскольку к переменной по умолчанию и так по умолчанию все обращаются регулярные выражения и оператор сей то есть вот второе уже читается легче человеком чем первое а вообще-то мы программы пишем ну отчасти конечно для компьютеров но во многом мы их пишем для людей которые их будут потом разбирать почему же там что-то не работает если мы хотим скорее обозначить что здесь важен сей мы можем просто развернуть это выражение местами то есть сей важнее чем например проверка на то что мы печатаем все кроме комментариев ну и в данном случае сложно сказать что лучше сей анлес или сей if not поэтому оставлю это на усмотрение как вам больше нравится сей постфиксная аннотация применяется когда вы хотите записать что-то вам нужно сказать что вот здесь называется вот эта функция причем она вызывается под условием но условия скорее всего здесь будет тру она здесь есть да но нужно но она не несет сильной значимости вот сильного логического ветвления или вы можете там прекращать какое-нибудь действие если там не произошел success но на самом деле в большинстве случаев этот самый success происходит часто очень используется управление циклами в постфиксной нотации вам нужно обозначать точки выхода и они имеют довольно большое значение то есть вам нужно глянуть на цикл и посмотреть где из него например где у него next где у него last их так лучше видно возможно кому как но это часто применяется и если вы пишете какие-нибудь простенькие программы типа однострочников вам писать в постфиксной нотации когда у вас там без промежуточных переменных гораздо проще например вывести все элементы массива гораздо проще вот вы вот таким вызовом сейфу ритмс for работает над массивом для каждого элемента вызывает сей ну в общем проще некуда причем она даже читается практически как английский язык чего собственно и пытался добиться автор языка еще одна из управляющих конструкций это обработка исключений значит что такое исключение в перле исключение это на самом деле любой скаляр это может быть строка по умолчанию эта строка но можно в качестве значения передать любой референс если кто-то строит какие-нибудь exception фреймворки на библиотеке sepan их можно найти это строится именно на референсах но по умолчанию exception это строка обычно в ней говорится что где-то что-то пошло не так вот в такой-то строке такое-то действие его можно перехватить в качестве блока аналогичного try есть блок и вал если в блоке вал происходит что-то нехорошее что бросает исключение блок и вал его ловит и текст этого самого нехорошего находится в переменной ошибки доллар собака вот я говорил что есть две переменных ошибки доллар восклицательный знак и доллар собака доллар восклицательный знак это системная ошибка р но если кто знает системные вызовы доллар собака это исключение причем его можно то есть она иногда само бросается если вы поделили на ноль если вы обратились к структуре с неправильным типом вас там например хэша вы в него как в массив полезли ну и вот подобные вещи вы можете бросить исключение самостоятельно при помощи вызова дай в любой момент если дай находится внутри и вала он будет обработан и его можно обработать если дай находится на верхнем уровне например у вас программа в программе и вала нет вы поделили на ноль или вызвали дай или еще что-то программа выйдет выйдет с кодом ошибки и напишется то что написано в этом самом да и сам блок и вала возвращает в то что вычислялось внутри него при этом в зависимости от того что внутри него написано может быть сделано так что переменные об ошибке будет не установлена это очень редкий кейс для этого нужно специально поработать но тем не менее поэтому классическая такая более-менее работающая форма вот если вам нужно именно записать что-то в форме try catch может быть записано так есть модули которые это все оборачивают и она у вас прям будет выглядеть как try catch но оригинальная форма в чистом синтаксисе будет выглядеть так и вал внутри него что-то вот в этом что-то вы делаете все что угодно в конце вы из блока возвращаете 11 это true если блок и вал вернул true значит он так дошел до конца блока и значит он не упал а если он не вернул true значит он упал потому что другого варианта у него не было значит срабатывает вызов блока орду внутри иду мы обрабатываем нашу ошибку ну и вы видите варн варн это вывод предупреждение на стандартный поток ошибок то есть это запись в стдр сообщением что вот здесь в этой строке что-то пошло не так варном можно отлаживать ошибки варном можно писать предупреждение и так далее еще такая вещь которая вам во первых понадобится во вторых программа не читающая ничего из внешнего мира это странная программа это чтение входящего потока для этого есть специальный оператор его называют по-английски оператор diamond это две угловые скобки значит есть вызов redline redline по умолчанию читает из стд и на и вызвать redline на любом файловом дескрипторе можно при помощи этих самых угловых скобок то есть угловые скобки в контексте без чего-либо либо над файловым дескриптором либо над стд и нам это вызов redline он может возвращать вам как по элемент на строке то есть если он вызван скалярном контексте он прочитает одну строку то есть непосредственно redline и вернет вам ее если из угловых скобок считать все в массив он будет вызывать redline до тех пор пока оттуда что-то читается и вернет все в массиве здесь есть определенный смущающий момент поскольку существует еще один вызов который использует эти самые угловые скобки а именно вызов globe вызов globe позволяет сделать так называемый shell expand когда вы в шеле пишите там например ls звездочка . txt вы получаете там например все файлы с расширением txt под globe делает то же самое можно вручную открыть директорию все их просканировать и так далее а можно вызвать globe globe принимает список из масок и возвращает все что подходит под эти маски в данном случае это будет работать в текущей директории туда можно передавать пути либо можно сменить директорию так вот для globe собственно точно также используются угловые скобки для того чтобы не смущаться а как он понимает а что нужно делать globe не бывает пустым то есть нельзя сделать globe вот в угловых скобках без аргументов в этом случае это redline а если у него здесь внутри аргументы то эти аргументы не похожи на файловые дескрипторы то есть перл видит что это не файловый дескриптор а если это не файловый дескриптор то значит это глоб и из него не надо читать а нужно просто сделать shell expand поскольку здесь разделителем является пробел я вот вывел файлы которые заканчиваются на .pl или .pm разделив их пробелом что если я хочу сделать shell expand для файлов содержащих пробелы тогда мне нужно внутри глоба поставить еще дополнительные кавычки то есть я делаю глоб внутри него кавычки а в кавычках пишу все что угодно в этом случае это строгий паттерн который позволяет использовать кавычки как это применяется ну самый частый способ применения оператора даймонд это чтение входящего потока все-таки то есть нужно знать про глоб он вам может понадобиться но в основном это вот такой вайл с даймондом под капотом ну скажем так он устроен следующим образом он разворачивается вызов вайл который проверяет что чтение из стд и на определено то есть если стд и закрыть редлайн вернет андеф то есть присвоение в доллар подчеркивание андефа а впоследствии проверка его на define и выход из цикла но записать вайл угловые скобки гораздо проще и быстрее таким образом у вас небольшим количеством кода поэлементно построчно входящий поток попадает переменную по умолчанию ну а теперь ближе к концу рассмотрим собственно функции можно конечно писать код в одном файле никак его не структурируя но это не очень хорошо и это не очень хорошо закончится скажем так поэтому конечно же в языке есть функции есть три синтаксических конструкции есть так называемая forward declaration это когда вы заранее объявляете что у вас будет функция с таким-то именем у вас есть непосредственно само объявление функции когда вы говорите я объявляю функцию с именем вот и таким-то блоком блок это собственно само тело функции и есть создание анонимной функции это когда вы просто объявляете саб и блок имени у нее нет а поскольку имени у нее нет обратиться к ней нельзя кроме как по ссылке свою ссылку она возвращает вот эта штука не возвращает ничего это возвращает поэтому когда я делал хендлеры я сразу их на месте объявлял пустыми функциями и сохранял в хэш то есть выглядит это так объявляю sub my function там спустя какое-то время я объявляю ее вместе с телом ну либо вот беру анонимную функцию и и сразу присваиваю в какую-то переменную функцию создали вызвали ее конечно же нужно достать из нее аргументы в перле все функции являются ну ладно почти все функции являются полиморфными то есть могут принимать любое количество произвольных аргументов причем полиморфизм не реализуется на уровне разного определения функций кто-нибудь понял что-нибудь что я сейчас сказал про полиморфизм это возможность описать функцию которая с одинаковым именем работает по-разному над разным набором аргументов то есть вы можете вызвать функцию с одним аргументом или с двумя или с тремя и так далее и в этом случае она должна работать по-разному да значит здесь это реализуется по-другому когда вашу функцию вызывают все что ей передали в качестве аргументов помещается в специальный ну скажем так системный массив собака подчеркивания оттуда можно читать его размер можно проверять то есть таким образом вас есть одна функция у нее есть аргументы вы можете посмотреть сколько аргументов вам пришло в зависимости от этого принять решение что это нужно делать одно или другое или третье ну и в общем эти аргументы оттуда можно забирать какие есть стандартные способы забирать аргументы самый простой способ и самый частый который вы будете встречать это надпись shift кто помнит операции над за массивами shift это забрать элемент из его начала shift без аргументов по умолчанию работает над массивом по умолчанию неудивительно собака подчеркивание таким образом мы берем и забираем первый аргумент из собаки подчеркивания там остаются остальные либо вы можете использовать присваивание в список переменных то есть вы можете скаляры объявлять в виде списка можно использовать один скаляр можно использовать сразу список главное поставить круглые скобки в этом случае можно справа поставить массив таким образом вы за одну операцию вот все что там лежит складываете в эти переменные ну и его размер можно проверять когда вы делаете shift вы модифицируете собака подчеркивание то есть вы забираете из него и там если сколько то осталось она осталась вы можете проверить в данном случае собака подчеркивание не меняется вы просто копируете себе оттуда аргументы и можете впоследствии обратиться к собака подчеркивание и прочитать заново оттуда что-то еще как вызывать функции да в общем то очень похоже на то как это делается в большинстве других языков просто круглыми скобками имя функции круглые скобки аргументы вы можете вызвать без аргументов с одним аргументом с несколькими аргументами особенности аргументы функции это всегда список который потом будет положен в массив собака подчеркивание если вы передаете в качестве аргумента функции массив или хэш вы передаете не саму переменную вы передаете ее содержание массив или хэш будет превращен список то есть как будто вы здесь написали собака подчеркивание равно рэй и вызвали эту функцию функция может возвращать одно или несколько значений если вы забираете одно значение вы забираете скалярное значение если функция возвращает список вы его можете сохранить либо в массив либо в список переменных также как мы кстати забирали аргументы ну и анонимная функция вызывается поскольку мы говорили про анонимные функции они вам понадобятся это вызов стрелочка со скобочками стрелочка разыменования указателя ну а скобочки говорят что мы вызываем функцию и теперь немножко примеров определим некоторое количество функций один из самых вот это самая наверное классическая функция с несколькими аргументами то есть она принимает аргументы копирует их к себе из собака подчеркивание поскольку вот здесь мы объявили переменные и сделали операцию присваивания мы скопировали аргумент вот это нужно учитывать если у вас 150 аргументов но не дай бог конечно но мало ли массив кто-нибудь передаст в качестве аргументов и он скопируется то так делать не надо дальше функция говорит return и возвращает свое значение в этом случае у нас функция возвращает строго одно значение вообще можно return не писать тогда возвращается из функции то что написано в ней последним выражением причем вернуть можно как я уже говорил несколько значений поэтому если я через запятую сделаю несколько значений я сделаю функцию которая возвращает два значения вот функциям с возвращает сумму и разность причем их можно потом обратно прочитать то есть я вызываю сей сей эта функция спискового контекста она видит эти аргументы и вот на их возвращает если вы не хотите копировать у вас например функция которая должна работать очень быстро много раз и копировать ну жалко зачем вам копирование и вообще она очень маленькая вы можете работать с массивом собака подчеркивание напрямую причем тут стоит учесть следующий момент если вы модифицируете не копию переменной а то что лежит собака подчеркивание вы модифицируете аргумент который вам передали поэтому в данном случае когда мы начнем вызывать функцию инк над переменной q она нам вернет 4 а на следующем вызове она нам уже вернет 5 поскольку здесь она выполнена на нем плюс плюс и изменила переменную q здесь кстати есть еще один момент если мы передадим им константное значение которое не лежит в переменной она останется константным а константы менять нельзя таким образом это перед этот вызов в конце упадет и в завершении совершенно кратко я расскажу про скажем так отсылку к теме следующей лекции а именно про модули и скопинг переменных возможно вы захотите уже сразу как-то попытаться организовать ваш код в виде модулей то есть функции вы умеете писать так вот функции можно разносить по модулям расширение у модуля это . pm пирл моду существует ключевое слово пэкач который объявляет namespace namespace разделяются двумя двоеточиями именовать их принято вот так внутри них можно объявлять свои функции переменные или еще что-то и впоследствии подключать их при помощи ключевого слова use более подробно мы это разберем на следующей лекции пока вот вы можете этим пользоваться тем более вам понадобится подключать уже какие-то готовые модули с библиотеки span вы можете обратиться к функции которая объявлена в другом модуле при помощи полного обращения к функции из этого namespace а ну и да есть один момент с любой модуль он является как бы текстом программы который валится он должен вернуть true value поэтому во всех модулях написано в конце какая-то единичка и немножко про переменные вы уже видели что я практически при любом объявлении переменные пишу май это не само объявление переменной это объявление типа переменной май это переменная которая ограничена каким-либо блоком то есть если я объявляю несколько переменных у меня есть какие-то блоки это могут быть циклы сразу после объявления переменной она начинает действовать выше ее не видно она видно вниз и вглубь то есть переменную war 1 видно во всем подсвеченном блоке когда мы уходим внутрь блока то переменную war 2 видно после ее объявления и до конца блока в котором она объявлена когда мы объявляем переменную war 3 ее видно точно так же после объявления и до конца блока при этом если кто-то ну да никто не сталкивался с джаваскриптом то есть существуют языки в которых объявление scoped то есть вы можете объявить переменную позже но использовать раньше например вот так в перле так нельзя переменную можно использовать только после ее объявления если сделать так то вы будете ссылаться на переменную war 3 которая будет объявлена где-то там должна быть ну и на самом деле да можно перекрывать переменные если вы вас есть переменная выше и вы объявляете еще раз переменную с таким именем май переменную вы перекрываете ее до конца блока после выхода из этого блока переменная вернется в свое изначальное значение и будет ссылаться и указывать на вот эту переменную другой стороной объявления переменных являются our переменные our переменная может быть видно снаружи пакета our переменная присваивается конкретно пакету и к ней можно обратиться по полному имени то есть когда мы находимся внутри пакета мы можем обратиться к ней без указания полного имени когда мы находимся снаружи то есть вот мы где-то подключили этот пакет мы можем к ней обратиться и получить ее результат май переменные ни к чему не привязываются у них нет глобального имени они привязываются только к сколпу сколп это вот собственно блок или текст программы или блок ну и напоследок есть такая штука как локал локал позволяет временно замаскировать значение какой-либо переменной our переменной или например даже ключа хэша или массива если у вас есть our переменная или у вас есть какой-нибудь ключ хэша вы можете в блоке сказать локал и присвоить ей новое временное значение с хэшом существует еще вызов локал например делит то есть вы можете временно из хэша до конца блока удалить какой-нибудь ключ тем самым вы получаете некую временную структуру которая сама потом восстанавливает свое значение по выходу из блока локал действует точно также внутри блока в основном это используется для модификации системных переменных вот помните я говорил есть переменный там доллар кавычка там еще что то есть переменная доллар запятая это то как перл разделяет переменные при выводе через там сей или print я ему даю массив он них выводит сплошь сливая вот поэтому вывожу 123 она слитно по умолчанию переменная доллар запятая пустая строка но если я ее в рамках блока определю до конца блока у меня все сей начнут разговаривать скажем так через запятую можно менять любые локальные локалом вот так любые системные глобальные переменные добиваясь нужного вам поведения в каком-то нужном вам сколпе про пакеты все